Всем привет, с вами Лена. Вы меня не забыли? Давненько я уже не выкладывала видео. Простите, пожалуйста, что меня так долго не было. Видите, за это время у меня уже успели отрасти корни. Если честно, я все никак не могу решиться, что с ними делать. Поэтому я их пока оставила. Не знаю, то ли обесцветить, то ли нижние волосы покрасить более темные. А потом я думаю, что вдруг я покрашу в темные, потом я опять захочу перекрасить все светлые, более сложные уже. В общем, и так далее с волосами моими. И на дворе уже середина октября, уже приближаемся к концу октября, к началу зимы. И видите, моя одежда уже стала более зимней, более теплой. Прям случилась резкая переменность предыдущих видео, правда ли? Честное слово, я по вам так соскучилась, вы даже не представляете. Я вернулась с уроком по корейскому языку. И чтобы начать уже с таким, с новым настроем, я вернулась к не таким уж сложным занятиям, но очень-очень интересным и, возможно, вас это тоже интересует. Итак, тема нашего урока это секреты и советы, как можно писать красиво по-корейски. Я думаю, почерк немаловажна в нашей жизни, да? И хотя, конечно, уже в современности, в 21 веке, особенно если ты взрослый, если ты уже работаешь, то, конечно, уже гораздо редко что-либо пишешь, да? Разве что только ставишь автографы в кавычках. Но, тем не менее, когда вы учите язык, тетрадка и ручка – это самое важное, самое необходимое в изучении иностранных языков, в том числе корейский язык. Ну, конечно, вам проще научиться писать на английском языке, да? Или там в каком-нибудь других европейских языках. А вот корейский язык, он, возможно, для вас немножко непривычный, странноватый и нелегкий в написании. Так вот, поэтому сегодня я буду вместе с вами писать, вам показывать и рассказывать, как можно так писать, чтобы получилось красиво, аккуратно. Итак, на сегодняшнем занятии нам потребуется ручка и бумага. Если вы видите сейчас на экране, я вот эту вот листик сделала сама для вас, потому что легче тренироваться, когда у вас есть бумага с такими вот немаленькими, достаточно большими квадратиками. Если у вас уже есть такая тетрадка, то, конечно, можете там писать, а если что, то можете распечатать мой вот этот вариант. Я ссылочку оставлю ниже, чтобы вы смогли скачать его в PDF-формате и там уже тренироваться. А вот этот PDF-формат вы можете также писать, как я это сейчас делаю, в различных приложениях, если у вас есть планшет и карандаш. Или как он называется, в общем. Итак, видите, я нарисовала вот такие вот квадратики. И наша задача в каждой из квадратов писать один слог. То есть нам нужно умудриться сделать так, чтобы в этот один квадрат уместить наш слог на корейском языке. Сегодня я вам расскажу, как правильно писать. Самый простой слог – это сочетание согласный плюс гласных букв, без дифтонгов. Итак, у нас в корейском языке есть следующие гласные буквы. Итого раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять гласных букв. И вот эти вот гласные можно разбить на две подгруппы. Это не официальный вариант, это мы так сделаем для себя, чтобы нам было легче писать. Есть гласные буквы, где выделяется длинная вертикальная палочка. Это а, я, о, ё, и. А остальные вот эти вот буквы у них основными, самыми выделяющими палочками является именно горизонтальная палочка. Зачем я об этом говорю? Потому что, когда вы будете писать на корейском языке, если вдруг гласная буква имеет длинную вертикальную палочку, вы должны поместить гласную букву с правой стороны на правой половинке этого квадрата, а согласную букву вы должны поместить на левой половинке квадрата. Итак, давайте мы потренируемся, попишем. Возьмем согласную букву ИН. ИН по геометрической форме это круг. Круг может быть идеально круглым, круг может быть немного овальной формы, что вытянутую в горизонтальном направлении форму, что вытянутую в горизонтальной форме круг. Вы поняли, к чему это я намекаю? Я сейчас буду писать их в сочетании с гласными буквами, и вы быстро поймете. Поехали! А! Гласная буква А имеет длинную вертикальную палочку, поэтому мы с вами уже говорили, ее нужно нам поместить с правой половиной. Дальше буква Я тоже самое. Я О Я А дальше пойдет буква У, которая имеет горизонтальную длинную палочку, ее нам нужно поместить внизу. У Поняли? Горизонтальные вот эти вот длинные палочки, и нам нужно поместить в нижней половинке квадрата, а согласную в верхней половинке квадрата. Дальше поехали. Ю У Видите? Поэтому круг стал овальненьким таким, и располагаются на верхней половинке квадрата. У Ю У Дальше Ю Все очень просто. Если вы будете ориентироваться по этим квадратам, у вас получится как раз очень красивый, правильных размеров, одинаковых размеров почерк. Да, у меня, конечно, не самый красивый почерк, но тем не менее. Давайте мы теперь попробуем написать с согласной буквой КИЯ КИЯ То же самое, в зависимости от того, какая гласная будет лежать рядом с этой согласной буквой, то ли это вертикальная, то ли это горизонтальная, КИЯ может иметь форму более вытянутую, вот такую, или более длинную, вот такую. Я думаю, вы уже догадались, в каких случаях КИЯ будет иметь вот такую форму, или вот такую форму, да? Поехали! КИЯ 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 Видите, когда мы пишем согласную букву КИЯ с гласными буквами, которые имеют длинную вертикальную палочку, мы КИЯ располагаем вот в таком варианте. КИЯ А вот если дальше, да, у нас пойдет уже, я сотру вот эти палочки в форму, чтобы вам не помешать, а вот если дальше уже у нас гласная буква пойдет, который будет лежать внизу, то мы должны уже писать КИЯ вот в таком варианте. КУ КЮ 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 Дальше. Теперь попробуем писать с буквой НИН. КЮ КЮ А вот теперь внизу КЮ 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 ТО-ДЁ. ТО-ДЮ. ТУ-ДЮ. ТЫ-ДИ. Теперь! Риэль! Риэль у нас имеет مгу? раз вот такую да как как лабиринт если нам нужно вот эту букву расположить с левой половины то мы должны ее нарисовать более таким вот вытянутую вертикальную формой форме а вот если она должна быть в верхней половине то мы должны поместить вот так вот поехали я буду писать уже с новой странице для подсказки я сюда еще раз напишу гласные буквы теперь я уже помещу их в правильное расположение а я а а вот эти вот места я вот а вот напишу красным это то место и лучше вот ауда Где должна располагаться согласная буква. И вот это тоже напишу кругом. Мы написали КА, НА, ТА. Теперь РЮ. РА. РЯ. РО. РЮ. 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 РИ. МА. МИЮМ. Это РИЮЛЬ. Теперь поехали с МИЮМ. Это квадрат. МА. НЯ. МО. МИЮМ. МИЮМ. МО. МИЮМ. МИ. МИ. МИЮМ. 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 видите здесь то же самое есть более вытянутый вверх-вниз и вытянутый больше ширину и мы уже разобрали канадара ма ба са а че 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 тоже самое только теперь вверху будут че дам такие вот вырезать такие вот. КА, КЯ, КО, ГО, 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 КЮ, КУ, КЮ, КИ. Остались еще три согласные буквы. Я еще кА, ТЯ, ТО, ТО. Теперь мы уплощаем. И последнее согласно. Сегодня мы разобрали более простую комбинацию согласно буква с гласными. Еще раз повторюсь, я оставлю ссылочку, где вы можете скачать под ее формате вот этот лист, где вы можете тренироваться, писать на корейском языке. Да, я думаю, здесь ничего сложного нет. Теперь вам осталось дома потренироваться немножко писать, и у вас получится писать корейский язык в очень-очень-очень красивом шрифте. Потому что как раз у иностранцев возникают сложности с пропорцией написания согласных и гласных букв. Ну, а в следующем видео я к вам вернусь уже, как правильно расположить гласные дифтонги и как писать правильно с патчим. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если да, то не забудьте поставить лайк. И так же не забудьте подписаться на мой канал. Также не забываем, что у меня есть инстаграм. Заходите сюда тоже в гости. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всех люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok